Друзья, здравствуйте. Сейчас мы познакомимся с алтайскими садоводами, новичками. Но какими новичками? Валерий Константинович, здравствуйте. Вот Андрей у вас покупал абрикосы с косточки осенью. Ложил их на стратификацию. С 4 мая сделал холмы. И уже стратификацию прошли, выклевываются, все проклевываются. Вот стаканчиков проклевываются все. Высадил их вот так. Выпадал у нас снег в конце апреля 70 сантиметров. Поэтому высаживаем сейчас в мае. Вот все хорошо взошли. Вот такие холмы получились. Спасибо вам. Будем выращивать сад. Так, друзья, посмотрели. Еще два фильма я вам покажу. Уже с результатами. Где-то частично, где-то полный результат. Но давайте вначале познакомимся с письмом. Как все начиналось. Прежде чем подсказать. Да. Не зря. Не зря. Итак, вначале было слово. Здравствуйте, Валерий Костянович. Получил от вас долгожданную посылку Капустин Андрея с Алтая. В этом году переезжаем в Алтайский район село Саараса возле села Алтайское. Земля здесь плодородная. Природа чистая. Когда-то тоже были сады Мичурина. С удовольствием просматриваю ваши ролики. Губили свой сад искаженными знаниями. Теперь будем оздоравливать. Спасибо вам за открытость к людям. Косочки положил в холодильник. К персикам и черешне добавил влажного песка, как вы учили по схеме 1 к 7. Ну, вы же знаете, что такое. Берите сухой песок 7 долей. Допустим, 7 банок или 7 стаканов. И добавляйте 1 стакан воды. Размешали, получили готовый к стратификации сырой песок. Далее. Разложил кости в улаженном песке. По краям банки слегка прикрывся лопатом и крышкой. Поставил в холодильник на стратификацию. Следующий этап. Холодильник. Абрикосы сливы решил улажнить в конце февраля. Боюсь, порастут. Еще хочу убедиться в правильности. Если я сделаю холмики на сыриковой земле, и по-сороковски будет правильно, если что, подкорректируйте. С уважением к вам, Андрей. Так, вот, вернемся к словам на сыриковой земле. Да, на сыриковой земле это самая ценная вещь. Холмики на них прерываться, допустим, сеянцы из косточек. А потом на сыриковой земле будет не тронута. Это очень важно. Почему-то именно наша наука, именно российская, не знает и упорно стоит на своем перекапывать почву при посадке сада, перекопать. Потом поддерживать черный парк в течение всей жизни сада. А где-то уже от этого отказались, но только не у нас. Дочитываю письмо. С уважением к вам, Андрей. Еще вы меня спрашивали, купите ваш саженцы. Сколько стоит и в какое время можете выслать? Я про абрикосы, персики и сливы. Так, еще раз спасибо за семена и книгу. Счастья и здоровья. Итак, письмо было... Фильм был уже 6 мая. А письмо было, о, Боже мой, 7 февраля. И тогда вопрос был лободневный. Как купить саженцы? Ну, раз саженцы уже сейчас подрастают следующего приколения, поэтому, на всякий случай, скажу подробно объяснение вы получите, если позвоните по телефону 8-913-444-3178. Вам ответит Татьяна Александровна Железова, моя невестка. И тогда вы узнаете, сколько стоит, какое время высылать это все к ней. Было бы сейчас где-то апрель, или даже осень, если взять осень, было бы сейчас, например, фентябрь-октябрь, я бы уже подробно вам сам ответил. А пока сегодня не злободневно. Высылка саженцев закончена. Сегодня мы разговариваем 25 мая 23-го года. Итак, мы видели один фильм. Вот они, холмы. Идем дальше. Здесь. Здравствуйте, Константинович. Показываю вам твои пасады, 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 агрикосы. На будущее, чтобы какие-то прививки сделать, что-то проэкспериментировать. Ну, с праздником вас, с празднием Господним. Вот работаем, нянчим, стрелеем, ухаживаем. Такая слия. Ну, слих мало зашло. Ну, через одну сходит. А я слих мало зашло. Ну, я их посадил, и абрикосики, и сливочки потом прививать. Ну, для того и фильма. Я остановил запись по одной причине, чтобы сказать. То есть, слив зашло мало. А, и что из письма следует? Внимание. Читаем. А я ничего не пропускаю. Итак, абрикосы слива решил увлажнить в конце февраля. А я это делаю, я тоже в Сибири живу. А я это делаю в середине февраля. Немножко не хватило времени для стратификации именно слив. Вот. Но, на то и учеба. Персик один из пяти пока прокрылся. Персик один из пяти. Еще морозный был. Здесь слива тоже. Суховато, но через день, через два поливаем по мальчику. Одна из тоже. А нет, вон полезло что-то. Это абрикос. Абрикос сходить начал. Маленький. Жардель Мелитополь. Вот, начал сходить. Маленький, ну, пусть он закрытый. Ничего, зайдет. Вот такие холмики. Такой сад у нас там. Вот сегодня арбузы закрыли. Люди не привезут. Короче. Так растут у нас брухи. А почему? Помните, что это? У нас грунтовая вода два с половиной метра. Ну, охота вырастет. Стараемся. Попадем. Чоп. Да. Два с половиной метра до воды. Вместе с холмом, надеюсь, хотя бы три. Ну что, смотрим дальше. Еще одно письмо. Еще один фильм. Короткий. Едят абрикосы не мышки, а вот такие жуки. Каждый день. Бук ловит Андрей их каждый день. Вот такие жуки. Вот он съеденный был. Маленький. Объел, но он все равно дал почечку. Тут у меня на каждом фишке стоят. Вот это серфин. Вот. Такие брикосики у нас уже подросли. Вот они какие. Вот они уже какие. Вот какие. Вот какие. Вот какие. Тут все каждый подписано. Потом их на веревочку и по ушке. Как-то так будет делать, чтобы сортами сплоть. Вот такие холмомки он уже сделал. Ну, так-то не так. Решетки убрали сегодня. Потому что уже упирается где-то. Сегодня убрали решеточки. Были под решеточками. Кое-где травочкой припели. Кое-где. От птичьих веточек накидали, чтобы не так заметно им было. На холмах на этих абрикосах. Вот такие абрикосики уже поднимаются. Тут первые были самые крутые, но тут поменьше сделал. Еще добавил. Чтобы поположить. Такие абрикосики раз. Да. И чтобы на постоянном месте. Вот. Тут рассадим. Красивые такие. Ну, я вижу, рассадил где-то через метр. Да, часть из них останется на постоянном месте. Вот. И, наконец, ох. А вы знаете, это получается, что пока мы ля-ля-ля. Еще пришло одно письмо. Звуковое. Но вначале прочтем. Вот вопрос был. Это с алтайского крана. Края Андрея и Елена. Подскажите, когда лучше забить колью. На какого расстояния? Это сантиметров 20. Забивайте. Да, вот. Если коротко. И вот оно еще одно письмо, которое я не... Звуковое, которое я не видел и не слышал. Еще. Так. Это что у нас? Зашел персик один, а остальные пока еще не появился. А остальных еще нет. Вот один персик только появился. Одного вот я не перываю. Угу. Вот такой персик. Так. Ну, жалко, что только один. По аналогии с... По аналогии с сливой, может быть, ему тоже не хватило времени для стратификации. Три-четыре месяца обычный срок. Так, теперь фильм закончился. Я желаю удачи нашим друзьям. Вот. Капусину Андрею и его супруге. Надолго не расстаемся. Если бы вот теперь все это сохранить, сад уже, считайте, готов. Видели у него холмы интересные? Холма Горяда. Такая холма длинненькая. И на нем растет сразу несколько сеянцев. Замечательно. Лучше из лучших останется навсегда. Остальные могут переехать. Потом туда, где что-то хуже взошло. Ну вот, друзья. Мы познакомились с еще одной семьей. Таких же, как мы с вами, увлеченных. Ну и сейчас редко. Две-три неудачи, где люди недовольны, допустим, и сотни. Это значит, что дело развивается в правильном направлении. Помните его слова? Сейчас скажу. Вот они. Когда-то тоже, нет, губили свой сад искаженными знаниями. Господи, какие это были знания. Мне сейчас рассказывают. Бесполезно. Садят в ямки и кол на голове тиши. Садят, наверное, у смерти. И переделать для этих людей невозможно. Я рад железу каждому такому письму. Каждому такому фильму. Господи, почему нас так мало? Вот. Может, такой фильм назвать. Господи, почему нас так мало? До свидания, друзья.